Привет, это Джирайя. Прошло две недели как я начал играть в проект Clash of Streamers и сегодня хотелось бы подвести промежуточный итог. А перед началом ролика напоминаю, что видео не является финансовой рекомендацией и автор не призывает ни к каким действиям, кроме как поставить лайк и подписаться на канал. Приятного просмотра и мы начинаем. За две недели в этом проекте я смог получить одного персонажа 8 уровня и 8 ранга и также несколько персонажей рангом и уровнем ниже, что достаточно мало, так как для вывода NFT необходимо иметь 12 уровень стримера и 12 ранга стример должен быть, то есть 12 звезд. С питомцами почти то же самое, необходимо 4 уровень питомца и 12 звезд на питомца, чтобы вывести одного. Чтобы прокачать питомцев и стримеров необходимо каждый день заходить, выполнять ежедневные квесты и получать за них награду. Свитки призыва стримеров, чтобы призывать стримеров для улучшения своих, которые пойдут просто в расход. А чтобы получать питомцев и улучшать их необходимо заходить в питомец go и в питомец go приманивать себе питомцев. Также можно купить стримеров и питомцев на рынке, заходите, обновляете и покупаете все за алмазы. Так как алмазов дается достаточно много в этой игре, вы не будете чувствовать их нехватку. Питомцы попадаются на рынке редко, а стримеры достаточно часто. То есть можно потратить почти все алмазы на то, чтобы скупать стримеров. Также можно покупать и получать за ежедневные задания, за различные достижения премиум валюту. Скорее даже праздничную валюту. Сейчас идет праздник Новый Год в этой игре. И вы получаете за различные достижения, выполнение заданий вот такую валюту. Такие вот фейерверки. Эти фейерверки можно будет обменять в конце празднования. Можно и в начале, но лучше дособирать до конца и обменять на какого-либо героя. Как видите, герой 8 звезд, 8 уровня. Также можно получить за 54 фейерверка, за 54 тысячи фейерверков, уже 9 уровня и 9 звезд персонажа. Что достаточно много. Но без вип-аккаунта вы не сможете набрать 54 тысячи. Поэтому хотя бы 8 звезд, 8 уровня, надо будет забирать. Также можно будет забрать на остаток каких-нибудь свитков призыва или просто фишек. Фишки советую экономить до различных праздников и во время праздников заходить. И использовать все свои фишки, все свои рулетки, которые имеются в этой игре. Все мини-игры, скажем так, играть. Потому что также есть шанс получить вот эту вот праздничную валюту. Чтобы потом за нее купить себе хорошего стримера. После чего, как вы набираете стримеров, вы заходите в улучшение. Улучшаете своих питомцев. Либо улучшаете своих стримеров, прокачивая им звезды. И получаете вот такую пыль. Эта пыль позволяет улучшать уровень. У питомцев она идет фиолетовая. А у стримеров голубая. И вы за нее будете улучшать уровень. Также не забывайте выполнять все ежедневные задания. Это очень важно. И в прогрессе компании вы также будете получать фейерверки. Будете получать NFT. Вернее даже стримеров и питомцев. Которые потом отдадите на улучшение своих. Чтобы вывести NFT. И это наверное самое важное. Что можно понять за 2 недели в этой игре. И прикинуть стоит ли этим заниматься или нет. По моим подсчетам. Чтобы достичь 12 уровня стримера. И 12 ранга. Или хотя бы питомца. Но питомцы получаются труднее. Необходимо. Приблизительно 3 месяца. Играть по 8 часов в день. То есть это заходить. С утра выполнять все ежедневные задания. Заходить вечером. Когда что-то обновится еще вдобавок. Тоже выполнять все это. Заходите в алмазную шахту. Собираете постоянно. Свою прибыль в алмазах. Заходите на аукцион. Иногда можно продать. Питомцев. Либо стримеров. Либо просто подарочные карты. Которые также иногда выпадают. Допустим на 20 миллионов алмазов. И продаете за криптон. Криптон эквивалентен. 1000 криптона. Это 1 доллар. За 2 недели. У меня получилось насобирать. Всего лишь 300. С небольшим криптона. Что эквивалентно 30 центам. Приблизительно. Но иногда могут попасть. Блестящие питомцы. Которые стоят 1000 криптона. И у меня такие попадались. Я пытался их продать. Продавались они. Ну постоянно снижалась цена. И в итоге продались они всего по 100 криптона. За 1 штуку. Это наверное самое важное. Что необходимо знать по этой игре. Спустя 2 недели. Если остались у вас какие-то вопросы по игре. Или просто вы хотите поделиться своим мнением. Предложить новый проект для обзора. Пишите об этом в комментариях. А с вами был Джерайя. Не забываем ставить лайки. Подписываться на канал. Увидимся в новых роликах. Пока.